Здравствуйте, мои уважаемые подписчики, все, кто смотрит меня. С вами опять я, Мила, из Аризоны. Сейчас я приехала по своим делам, но у меня есть немного времени. Я осталась в машине и хочу поговорить с вами и ответить на некоторые вопросы, которые вы мне задаете. Не могу я быть на улице, потому что на улице очень жарко. Сейчас 110 градусов, это, наверное, 40, 45, 44 градуса тепла по Цельсию. Вы мне задаете вопрос, почему же я для жизни в Америке выбрала штат Аризону? Ведь столько много штатов, и, в принципе, у всех на слуху всегда это Лос-Анджелес, Калифорния, это Флорида, Майами, это Чикаго, это Нью-Йорк. Ну, я, если кто-то со мной, значит, уже смотрит меня с самого начала, то знает, что я родилась и выросла и много лет прожила в Средней Азии. То есть я родилась в Туркмении, потом я переехала в Узбекистан, где 5 лет я проучилась в фармацевтическом институте в Ташкенте. И затем я переехала в Таджикистан, где прожила 20 лет. Поэтому, естественно, когда я переехала в Америку и первые 9 лет жила в Небраске, где есть 4 сезона, очень холодные зимы, я себя не очень комфортно чувствовала. Всё-таки сказывалась моя привычка жить в тёплом климате, в климате, где нет снега, где нет гололёда, где нет скользких дорог, потому что я вообще-то водить стал только в Америке. И сразу для меня вот такой экспириенс ездить по гололёду на дорогах – это было очень страшно, и к этому я никак не могла привыкнуть. И в такой, ну, мой, так сказать, жизненный период, когда я решила что-то поменять, как и каждый из нас решает в какое-то время, что чувствует человек, что ему нужно сменить обстановку, что ему нужно что-то поменять в своей жизни. Ну, вот именно в такой вот и переломный момент я решила, что мне тоже нужно поменять каким-то образом свою жизнь, и я решила её не просто поменять, живя в Небраске, а даже сменить и место жизни, то есть сменить штат. Я побывала в очень, значит, разных… Я побывала во многих местах в Америке до того, как принять решение, куда мне переехать, и имела представление, что это такое, хотела бы я там жить или нет. Во Флориде я, наверное, ну, летала несколько лет подряд, наверное, лет… Ну, лет шесть подряд я летала во Флориду. У меня там есть друзья. Значит, я останавливалась и на берегу океана с западной стороны Флориды. Это там, где Майами, Форд-Лаудердейл, это там, где Бокаратон. У меня подруга живёт вот в самом Бокаратон, в Дирфилд. С другой стороны я была со стороны Мексиканского залива, это Тампа, то есть там, где не жёлтый, а белый песок на побережье. Значит, там есть небольшой город Санкт-Петербург. Ну, я вам хочу сказать, что Флорида, в принципе, неплохое место для проживания, но не для проживания, а для отдыха скорее это очень хорошее место. Очень жарко там, и кроме того, что там жарко, поскольку океан омывает со всех сторон этот полуостров, там очень влажно. Влажность мне совершенно не подходит. Потом там очень много всяких насекомых, летающих, ползающих, которые не оставили приятное впечатление у меня. Ну, я смотрю, конечно, как люди живут. Вот у меня многие, опять же, друзья живут во Флориде, им очень нравится. Я не говорю, что это вот такое не очень хорошее место для проживания, просто оно не подходит мне. Я выросла в сухом и жарком климате. Была я в Лос-Анджелесе, вот, значит, была в Сан-Диего, в Сан-Франциско. Это вот штат Калифорния, Сан-Франциско, Сан-Хосе. Ну, что я могу сказать? Очень хороший климат там. Но единственное, что мне там не понравилось, это то, что очень много приезжих, очень много приезжих с восточных стран. То есть, когда идешь в Лос-Анджелесе, да, и в других городах, то ты всюду слышишь не американскую речь, а говорят на китайском, на вьетнамском, на филиппинском, вот, на таких языках. У меня есть одна знакомая, которая уже за 80 лет, которая родилась и выросла в Лос-Анджелесе. Вот она мне говорила, что у нее нет никакого удовольствия ездить туда, возвращаться, навещать своих родственников. И она не скучает по своей родине. Она говорит, что Лос-Анджелес полностью преобразился. Это уже не тот город, который был, когда она росла. И что ей не нравится, что там почти что не услышишь американской речи. Ну, опять, я не отношу себя людям, которые плохо относятся к другим национальностям. Просто ввиду некоторых обстоятельств мне проживания в Лос-Анджелесе или там в Калифорнии, вот в таких городах, где я побывала, мне бы не очень понравилось там жить постоянно. А приехать просто посмотреть, съездить в Голливуд, съездить в Беверли-Хиллз, посмотреть, как живут актеры, какие у них дома. Ну, это интересно. Ну, это все так, вот, знаете, несколько дней провести. Так мне вот, во всяком случае, показалось. Лас-Вегас тоже приятное место для отдыха, куда можно съездить всего лишь на несколько дней, посмотреть казино, посмотреть, пожить в гостиницах. Ну, опять же, но не для житья, не для постоянного места жительства. Нью-Йорк. Мне очень нравится Нью-Йорк. Мне нравится атмосфера, вот дух этого города. Он такой подвижный, очень такой, значит, текучий такой. Там столько много культуры, там столько много всяких экспириенсов, там столько много разных культур, разных, ну, течений такой. То есть, мне кажется, там человек, любой человек может найти себя, чем заняться, где работать. Ну, конечно, жить на Манхэттене, во-первых, это очень дорого. Для многих это невозможно. Работать, да, на Манхэттене. А уезжать на ночь в пригороды Нью-Йорка, то это очень долго, утомительное мероприятие. Ехать на, значит, сабвэй, это метро. То, что свои машины там редко когда используют. Быстрее добраться на общественном транспорте. Ну, то есть, очень много времени уходит на комьюринг, то есть, на переезд от дома к работе и назад. Это забирает несколько часов. То есть, ну, Нью-Йорк мне нравится. Я бы хотела там жить. Была бы я помоложе, я бы обязательно стала жить в Нью-Йорке. Дальше. Где еще? Чикаго. В Чикаго очень холодная тоже погода. Четыре сезона, и не просто холодная. Чикаго находится на берегу большого озера, и там постоянно зимой дуют ветра. Ветра ледяные. Поэтому тоже, вот, значит, основное время – это зима, осень и весна. Прохладно и холодный ветер. Я там тоже бы не захотела жить. Поэтому, когда мой выбор упал, куда все-таки поехать, и мне подсказали, что Аризона – это неплохое место для того, чтобы жить. Я посмотрела и сделала ресерч. Я узнала очень много об этом штате, и сердце мое позвало меня в Аризону. Вот так я оказалась в Аризоне, и уже живу здесь 10 лет, и ни разу не пожалела. Несмотря на эту жару, несмотря на то, что до такой степени бывает жарко, что плавится все, и асфальт, и с поверхности машин идет такой стим поднимается, плавится металл. Я все равно очень люблю, не просто люблю, а обожаю этот штат. Здесь очень много такой красоты, которую не каждый человек разглядит, а разглядит именно тот человек, который любит пустыню, который понимает пустыню, который слышит ее, разглядит тот человек, который привык и знает, привык жить в таких условиях, и слышит голос этой земли, пустыни, слышит голос пустыни, будем так говорить. Я этот голос распознаю, я этот голос слышу. Ну вот, в принципе, еще да, я слышала от некоторых людей, которые говорят, что рано или поздно все пути, значит, люди узнают, что такое Аризона, и переезжают сюда жить, или покупают здесь себе вторые прапорти, то есть это вторые дома, и приезжают тогда, когда везде холодно в других штатах, они приезжают сюда, чтобы испытать вот это наслаждение, и побыть в таком райском уголке с очень хорошими погодными условиями во время зимы, осени и весны. Значит, поздняя, вернее, ранняя осень и поздняя весна и лето здесь – это не то место, где можно, значит, остановиться и наслаждаться тем людям, которые привыкли жить в штатах, где есть осень, зима, весна и лето. Ну вот, наверное, вот и все. Многого не расскажешь, когда начинаешь думать, почему, когда начинаешь копаться, задавать себе какие-то вопросы, и очень трудно на них ответить, потому что очень много в жизни человека, каждого человека играет его интуиция, его привычки, его внутренний голос. Ну вот по таким каким-то, может быть, даже самой мне не совсем известным мотивам я оказалась в Аризоне и живу здесь, и мне жизнь в Аризоне очень нравится все четыре сезона. Ну вот так вот на сегодня все, уважаемые мои друзья. Если у вас какие-то еще вопросы, можете мне их задавать, я с удовольствием на них отвечу. Желаю вам приятных дней и до скорых встреч. До свидания.